Аврора Газ Гуляли с собакой, просто ужаснулись, они там кишат. Обращались в управляющую компанию и к дезинспекторам. Бездействие. Там оставляют корм для голубей, но едят их тараканы, рассказали очевидцы. С их слов тараканы разбегаются в некоторые дома рядом. Знакомые живут на Новобульварной 115, у них там проблема с тараканами и мокрицами, добавили собеседники издания. Как рассказал сотрудник Роспотребнадзора, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае отправились ловить тараканов для исследований. Были поставлены ловушки. Затем энтомолог определит, какой это вид тараканов. После того, как будет проведена экспертиза, владельцам субъектов будет выдано предостережение проведения истребительных и дезинфекционных мероприятий. Прокуратура через суд потребовала признать несуществующим право собственности теплоснабжающей организации «Теплоэнергосервис» на котельную «Машзавода» в Чите. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства Забайкальского края 11 сентября. По данным ранее иском, прокуратура «Теплоэнергосервис» должно до начала топительного сезона устранить дефект и провести капитальный ремонт котлов. Но решение суда так и не исполнено. К тому же, ранее прокуратура неоднократно реагировала на жалобы из-за перебоев подачи отопления и горячей воды, благодаря чему всем потребителям был произведен перерасчет на сумму свыше трех миллионов рублей. Только в этом году руководство и работники организации были шесть раз привлечены к административной ответственности за ненадлежащую подачу тепла. Ранее прокуратура предостерегла директора компании «Теплоэнергосервис» о возможном уголовном деле за ненадлежащую подготовку к зиме. Продажу алкоголя запретили в Забайкальском крае на сутки 11 сентября из-за Всероссийского дня трезвости. Такая норма предусмотрена законом Забайкальского края. Запрет касается только розничной продажи алкоголя. Продавать спиртное могут в заведениях общественного питания. В законе предусмотрены дни, во время которых запрещается продавать алкоголь, в их числе Международный день защиты детей и День молодежи. Последний раз запрет на продажу алкоголя действовал 1-2 сентября из-за начала учебных занятий и Дня знаний. Регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами «Алерон Плюс» могут заменить на другую компанию в Забайкальском крае. Об этом сообщается в сюжете канал «Забайкалье» со ссылкой на обсуждение вопроса на заседании правительства региона между губернатором края Осиповым и заместителем председателя правительства Гончаровым. Осипов во время заседания потребовал от Гончарова, чтобы тот направился к главе российского экологического оператора Денису Буцаеву и просил у него другую компанию, которая могла бы заняться вывозом мусора в Забайкалье. Российский экологический оператор – это компания, которая следит за эффективным и законным обращением с твердыми коммунальными отходами в России. Денис Буцаев возглавляет компанию с 2020 года, когда его назначил на эту должность премьер-министр Михаил Мишостин. Напомним, компания «Алерон Плюс» начала работу в качестве рекоператора по обращению с ТКО в регионе 1 сентября 2018 года. Спустя почти пять лет, в середине августа 2023-го, стало известно, что «Алерон» готов остановить работу из-за долга регионального правительства в 168 миллионов рублей, даже забрать 7 тысяч контейнеров с улиц Читы. Прокуратура нашла нарушение при концессионном строительстве детского сада по улице Новобульварной в Чите. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Концессионное соглашение было заключено между региональным минстроем и ООО «Поколение будущего». Срок строительства истек в декабре 2023 года, но готовность объекта на момент проверки составила лишь 54%. При этом количество задействованной рабочей силы не соответствовало требованиям, указанным в проекте организации строительства. Отсутствовало три единицы техники, около 20 работников. Также выявлено нарушение требований городостроительного и налогового законодательства за ненадлежащее осуществление строительного контроля и неправомерное уплате НДС за счет бюджетных средств, поскольку в соответствии с концессионным соглашением указанные расходы несет концессионер. Руководителю ООО «Поколение будущего» прокуратура внесла представление и потребовала устранить выявленные нарушения. Ранее прокурор Забайкальского края Александр Яновский посетил место строительства школы в селе Засобка Читинского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова